Продолжение следует... ...зацепило, что ли. Стало интересно попробовать свои силы... ...в основной игре. Вот. Да и, в общем-то, довольно весело оказалось... ...тим самым нано-клинком пользоваться. Да и просто всех расстреливать. Поэтому хочу попробовать пройти мейн... ...сюжет... ...на этой же сложности... ...с одним сохранением. Вот. Без хакинга. Без стелса. Поход, все в лицо. Ну и, соответственно, со скипом... ...с педалью скипа диалогов, по большей части... ...которые можно посмотреть... ...прохождение, которое было на стриме, если интересно. Разве что не буду скипать... ...те диалоги и сюжетные развивки, которые я не показал... ...во время прохождения на стриме. Есть там пара вариантов. Вот тут, например, не получится без хакинга. Таки придется взломать. Попробуй, как и в DLC, сделать ставку на жиры... ...нано-клинок, возможно, еще Тесла... ...пушку, потому что она такая массовая ОЕшная. Ну и, пожалуй, даже воспользуюсь DLC-шным оружием... ...чуть позже объясню, почему. Ну, во-первых, потому что хочется опробовать, во-вторых... ...а во-вторых, будет ясно чуть позже. Винтовка здесь, конечно, наверное, не самый лучший вариант был взять. Лучше было, не знаю. Ривальвера, возможно. Слышь, потому что она не точная. Без лазерного таблицела. Придется мне тебя убить! Придется. Давай! Да, и анимации при убийстве клинками достаточно веселые. Давай, мне все пригодится. Особенно пригодятся деньги в начале, потому что... ...нужно будет как-то на первой локации насобирать 20к. Ну, в общем-то, известно как. Скорее всего, придется немного подфармить... ...полиция. Ну, фармом полиции я... ...за стримом займусь. А так, пособираюсь, что тут более-менее полезного есть. Дженсен! Мак! Внимание! На доплере видно, что надвигается буря. Она будет сильной и здорово нас потреплет! Ненавижу ебаную пустыню! Бурю видно уже? Да! Время работает против нас! Понял. Вас понял! Ненавижу, говорит, эту нехорошую пустыню. Так. Вообще, нужно будет около 30к насобирать, потому что... ...по-моему, можно три раза купить праксис. На все остальные деньги не особенно нужны, скажем прямо. Вполне вероятно, что я вообще буду пользоваться пистолетом и... ...револьвером. Не знаю, посмотрим. Я не пользовался снайперской винтовкой, не пользовался автоматической винтовкой. Может, стоит наверстать упущенное. Да я, собственно, и автоматом-то этим не пользовался тоже. По большей части. Так, кому нужно это обучение? Для неуверенных в себе. Стой, родной. Здесь будет намного меньше опыта. Фей! Потому что убийство не ценится. Но, тем не менее, его будет все же больше, чем в Хуман Революшене. Тут сделали определенный шаг навстречу экшену. Если в Хуман Революшене было, ну, совсем не профит навоевать. Прям совсем-совсем. Как вы! То здесь есть некоторый смысл... Не так грустно, в общем. В первую очередь за счет того, что... За стелс убийства стали меньше опыта давать. В смысле, за стелс вырубания. Саприз оказала в кача. Сейчас бы в упор не попасть. Серьезно? Убираем! 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 Просто жесть, да. Без лазерного прицела. Ну, совсем грустно будет. Кстати, я ведь не пользовался и вот этим вот тоже. И скорее всего не буду пользоваться. Как-то он мне вообще не нравится. Ну, раз они здесь и бегают... Ну, куда ж ты, родной? В засаде. Я до тебя доберусь! Ну, то есть 20 опыта за попадание в голову. Из оружия против 40 за бесшумное вырубание. Ну, в принципе, нормально. Нормально. Вполне. Чё, кстати, неизвестно, сколько за гранату. Дженсен, ты где сейчас? Провираюсь через пентхаусы. Не забывай проверять, нет ли там усилителя связи джинов. Если сможешь, отключи его. Так точно. Чё-то как-то стремновато немного. Мастерски хинул гранату так, что никто не умер. Интересно, надо отсюда долетить, нет? Унесённая ветром, лёль. Нормально. Так. Кажется, вообще, пистолет самый точный. В данном случае. Ох, как неловко, как неловко. Но слеповые гранаты — это не так страшно. Боевыми они пользуются, но крайне редко. По очень-очень большим праздникам. А что скажете, на дымовую? Даже не представляю, как она работает. Типа не видят и должны перестать стрелять, но чё-то как-то вроде не перестают особо. Шнайпер. Ещё раз снайпер. Барень, стрёмно выходить. Стрёмно! Или читай, покажи детчика. Где ты там? Под себя кинь. Хорош. вроде как более-менее хотя конечно с таким прицеливанием с таким прицеливанием как-то немного грустно срочно срочно лазерный прицел внутривенно самое сложное пожалуй будет в конце этой миссии постараться не откинуться придется возможно немного пожертвовать опытом и сразу заломать вертолет чтобы и рисковать лишний раз так тут вроде ништяк был или не здесь так слушайте все чан взломал радиосигнал джина сейчас проверяет патч очень скоро мы услышим сингха есть контакт принято я нас снова подключу когда начнется сделка надо уж быть любезен да так вспомнить бы еще где там маячок был вроде чуть выше да прямо здесь мир немного экспы явно не помешает теперь им будет сложнее что-то услышать или передать отлично если повезет легенда синхо не пострадает как этот раз будут большие проблемы и направляющие с патронами и с опытом и с практиками опыта нет но вы держитесь тут что заметил меня молодец слушай почти даже убил дважды молодец да не еще не время слушай я думаю еще не время где куда куда это было сливовая граната не так страшно в любом случае блин он хорош или я не очень так хватит раскидываться гранатами сколько у тебя это дядя на гранатовой фабрике работает чай может и подойдешь сам патронов заодно сэкономил бы ну нет так нет не настаиваю дженсон моего здорово занимаем позиции на террасе ты где находишься еще иду но так шевелись вражеский борт на подходе и скоро придет песчаная буря но сейчас будет да вывел из строя у железного дровосека есть сердце молодец думаешь о команде конец связи сердце конечно есть но это ощущение когда не взламываешь а вводишь код доступа так теперь наверняка лучше сразу к вертолету топить хотя можно немного полутать чуть-чуть дженсон пуря возможно выиграла нам время но тебе надо нейтрализовать верта батарейка села и топить 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 к вертолету ну по пути пути да болит что что будешь делать быстрее 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 вот так вот вертолет обездвижен повторяю дженсон тогда мы все смотреть не будем это все мы уже видели скипаем педаль скипа стремновато здесь фармить свой опыт я еще получу я думаю тут сразу секретный секрет я по сути то в нем ничего такого и нет не самый интересный секрет который можно найти так лутаем 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 чтобы все продать по большей части все продать надо много много шприцов гипостима открыть что ли потому что нередко приходится хилиться прямо в бою трон отмычка опять же очень скоро пригодится здесь также как в dlc сделаю ставку на запчасти номер сохранился на сборку разборку все не лезет так давайте в шарифу наберем большом-большом телевизоре что ж мило побеседовали княжинцы это издейшие сто экспы не стоит пропускать так это все мы сейчас по большей части продадим даже винтовка придется продать потому что поначалу к ней просто не патронов извините что не выходил на связь как только смогу приду в офис но взрыв как ты повредил мои агентации надо проверить разумеется нас ждет немало работы джинсы увидимся как доберешься внезапно праксис самое забавное что я об этом тайнике узнал в конце прохождения на стриме уже можно ко мне зайти вот сейчас например что-то не так а он тут прям в начале лежит похоже что рассерженные двали так что если ты не хочешь кровопролития сразу после теракта то парадная дверь не самый мирный вариант погоди 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 кстати старстой чувак он поможет батареи более удаляющие иди отсюда как неловко вышло друзья хотела оружие спрятать но на самом деле на самом деле главное самого барыгу не убивать его со временем отпустит ну а его шестерки только мешают так что уже отпустила можно вообще его сразу обнести по сути некоторые двери не особенно прочные не приставай ко мне да кому ты нужен не нужен конечно иди отсюда и опять же только совсем недавно узнал что можно двери вламывать банально вот так вот без взлома теперь немного подождем пока его совсем отпустят и продадим ему его же оружие сразу поднимем немного бабла чуть-чуть бабла там уже там на улице полиция может согреться и это все очень грустно закончится ладно ладно вам давайте успокаивайтесь уже пока он по вентиляции немного поползаю чуть позже хата нам пригодится с квестом связано уже отпускает можем пока здесь погулять как мне нахуй персала подопаст черт плохо дело я ничего не вижу деньги 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 осталось буквально жалких 9000 насобирать вообще лучше 19 конечно чтобы сразу выкупить у него два практика желательно сразу их выкупить не откладывая на потом сразу прокачать хп прокачать разборку пожалуй и все тот же нано клинок к тому же по моему у него продается система лазерного прицеливания что очень пригодится офигеть как пригодится я бы даже сказал все еще и опыта немного поднял за то что случилось паника и срезка в общем то закончилось все он как ничем не бывало снова с нами торгует это не самый лучший барыга чтобы продавать ему все он довольно дешево покупает откровенно говоря мне конечно и детали нужны но деньги сейчас нужнее те самые 20к на праксис пистолет да и ладно и пистолет тоже продам там еще один валяется неподалеку шоковый пистолет нам вообще не пригодится патроны к пистолету пулемету ну может быть что за так и груби не груби молодой человек если не автоматическая винтовка дробовик боевая винтовка короче все все что нужно держи друг в северной праге куда можно выехать на метро этот же дробовик будет продаваться за 1200 то есть намного дороже стима лазерного прицеливания у него сразу куплю ну а на остальные деньги соответственно только праксис только праксис больше ничего так и воспользуюсь читом донатом продам то что там поделся и подвезли я возможно пользуюсь автоматической винтовкой но не сразу возможно револьвером тоже не сразу так что пусть они тут будут а нужен мне будет пока только пистолет на самом деле он не сильно лучше обычного пистолета но главный плюс в том что он не считается 10 миллиметровый пистолет и поэтому это очень невероятно просто удобно потому что когда подбираете однотипное оружие то есть скажем у меня сейчас есть боевая винтовка если подберу еще одну винтовку то она подбирется Раскидывать свою боевую винтовку, подбирать вражеские, разбирать их на запчасти. Ну, пока-то я не могу, конечно, разбирать, но в будущем это будет очень актуально. А пистолетов, опять же, много, и лучше таскать такой пистолет. И подбирать обычно 10-мм и разбирать их на запчасти. В общем, очень удобно. Невероятно удобно. Если пользоваться запчастями. Там, по-моему, даже разницы в уроне на самом деле нет. Между обычным и элитным. Или, может быть, какие-то копейки, но это вообще никак не решает. Потому что попадание в голову ваншотит. Не в голову... Не ваншотит. Но, по-моему, нет никакого смысла стрелять не в голову. Так, еще одна винтовка. Ну ладно, последняя винтовка. Я потом его продам. В общем, вот, 6, 600, почти 7. Почти 7к. Оставшиеся 13к, скорее всего, можно будет набрать с тех бандосов, к которым мы сейчас пойдем. Ну вот, то есть у меня есть пистолет, я подбираю пистолет, но он у меня отдельно. То есть я могу его продать, либо разобрать на запчасти. Вера в бога машину принесет вам мир. Один взрыв за других. Послать бога машину. Прейзе, бог машина. Сразу похожу по квестам. Очень много, конечно, здесь интересных мест, за которые дают опыты и все такое, но... Интересный образ. Нельзя на улицу ходить. Да ладно. Вы давно его нашли. Ну, тебя-то на самом деле лучше. Блин, говорит. Неприятно-то как. В целом, конечно, намного удобнее. Да. Главное, чтобы... Гранаты не летели. Так, вот как раз тот самый гипостим. Сейчас пригодится. Прямо сейчас. Возможно, даже два. Сумеет. Два раза меньше опыта, по сути. 40 за вырубание, а тут... 20. Ну, а что поделать? Что поделать? Сцелеви, как говорится. Зато намного быстрее. Нашел? Молодец. Лови подарок. Черт. Я его потерял. У этих мужиков много дробовиков, и это... Достаточно круто. Мне что теперь, весь день этого козла искать? Я везде посмотри. Это просто смешно. Особенность, кстати, врагов в том, что они крайне редко спускают с своего этажа. Если они стоят на этаж выше, то нужно что-то невероятное произошло, чтобы они спустились вообще. Здесь должен быть. Внимательнее в тени проверяй. Поращай. Я тебя уничтожу. Пора с ним покончить. Так. Ну и прекрасно. Что у нас есть? Вот теперь. Теперь нужно все их добро. Дробовик не резит. Как же так? В общем, теперь все это добро придется перенести до барыги. Как я там делал? По единичке. По одному. Дженсен! Слава богу! Я внизу, в подземелье. Ты же помнишь название моей супер-секретной книги? Помню, красная. Серьезный подход. Серьезней не бывает. Я надеюсь, они никуда не пропадут. Но они не должны пропасть. Эти самые господа. Со своим оружием. Дженсен, мой любимый техно-вундеркинд. Прости за тех, громил чувак. Да-да-да-да-да. Педаль скипа, к сожалению, не работает. Ну, что поделать. Скоро заработает. Все, поехали. Давай, друг. Поехали. И это тоже я пропущу. Это твои аугментации. Ты со всем этим знаком, так? Да, их установил Дэвид Шариф. Два года ушло, чтобы мое тело ко всему привыкло. Ну, пришлось отключить часть того, к чему оно привыкло. В чем дело, Оля? Я чувствую, что ты изменился. Какая-то подсистема качала из тебя энергию, как вампир. Мир изменился. Я чувствую это в воде. Я чувствую это в земле. А вот и в аугментациях тоже что-то изменилось. А что там с теми? Экспериментальные ауги, чувак. Спрятанные в твоем теле. Ты хочешь сказать, что во мне больше аугментации, чем я думал? Включено больше, чем тянет твое тело. Круто, да? Не уверен. Хочу тебе показать, что происходит нескучить одного из этих засранцев. Клино хочу, но он уж очень веселый. Видишь, какой скачок потребления энергии. И откуда эти штуки во мне взялись? Этого я не знаю. Ясно только, что включились они из-за взрыва, похоже. Но если ты решишь их использовать, это твое право. Надо только убедиться, что ты из-за них не сгоришь. Кстати, идея, как это можно сделать. Крутая вроде бы тема. Берешь одну аугментацию, нужно включать другую. Чтобы вроде как не полутать все. Но, по итогу, зафакапленная тем, что потом все равно можно сделать все. Что потом все равно можно по итогу прокачать все. Зачем? Было бы весьма забавно, если берешь одно и приходится чего-то отказываться. И так за каждый имплант, а не только за эти уникальные. Было бы как-то, не знаю, поинтереснее, что ли. В какой-то степени посложнее. Если уж ты невероятный хакер, то стать ближе к финалу невероятно крутым бойцом у тебя бы не вышло. Да-да-да, достать эту хрень. Еще парочка праксисов. У меня тут куча ништяков валяется. В первую очередь, пожалуй, на электронная отмычка. Хотя нет, конечно же, не отмычка. В первую очередь, это его праксис. Секретный. Главное не сдохнуть. А, а, а! Не встал сразу. Блин. Так, ладно, пойду чуть-чуть полутаю. А то как-то стремновато. Вообще, в большинстве случаев можно успевать закрыть вентиль с газом. То есть, вроде как бы можно и не брать эти легкие, позволяющие дышать ядом. Но ведь иногда можно и не успеть. Особенно, когда играешь с одним сохранением. Это довольно стремно. Поэтому тоже стоит прокачать, но не сразу. Вот отмычка. При помощи как раз-таки этой отмычки. Так, парочка нейропозина. Там можно будет взять два квеста. Вроде бы все. Что у него клевого есть. Так, давай еще один заход. И валим. Все, отпустила. Отмычки я буду крафтить. Ну, потому что в некоторых местах стоит пользоваться взломом. Хотя бы для того, чтобы тот же праксис получить. Например, в банке полисейт. Ограбление банка в этот раз пойдет немного по другому сценарию. Хакнуто. Вот. Ну, вот это весь халявный праксис, который можно собрать поначалу. То есть мы начинаем, по сути, с 13. Праксиса хотелось бы взять. Раз, два, три. То есть разборку. Три, четыре, пять, шесть. Хотя поначалу, кстати, разборку-то можно не брать. Ее можно купить за... Ну, поначалу все равно я буду сейчас ходить продавать все барыги, чтобы собирать деньги. Как только я собираю, куплю у него два праксиса. И тогда уже на эти два праксиса смогу прокачать вот эту самую разборку. То есть в первую очередь это хп, конечно. Нелегкие, я говорю. Здоровье. Вот прям по-любому. Здоровье и броню. Вообще без вариантов. Вот. Потом регенерацию. Но регенерацию можно чуть позже взять. Клинок, который будет... Тащутимо так помогать. Деактивируем вот эту хрень. Хотя даже... Вот это вот, да. Давай, включайся. Вот, остается четыре праксиса. Четыре-четыре-четыре. Ноги хотелось бы взять, конечно. Ноги довольно крутая тема. Но в очень многие места позволяют залезть и... Как, собственно, и... Переноска тяжестей. Тоже весьма полезная тема. Даже в боевом прохождении. Ай, да ладно, давай, чё? Чё стесняться-то? Деактивируем ещё. Да, теперь вот эту хрень деактивируем. И нормально. То есть есть клинок, есть разбор на запчасти. Есть КП. И, возможно, на два праксиса. Ну, на ближайшую праксис ещё вот взять... Прыжки. А потом какие-то тушки добрать. Да. Такие дела. Большой инвентарь не нужен. А если и нужен, то не сразу. Шорткатин. Ну, ладно, хрен с ним. Хотя... Можно разобрать уже. Теперь можно довольно дёшево крафтить это всё. 150 запчастей. То есть можно сразу, не знаю, скрафтить парочку. Боеприпасов клинков. По сути, сразу есть. Пусковая ракетная установка. Мне срочно нужны твои показания. Когда будешь? Что, конечно, весьма круто. Кстати, тела-то исчезли. Надо было тела полутать хотя бы. После вчерашнего теракта я вряд ли смогу что-то решить с полицией. Приходи, как только сможешь. Конец связи. Что ты там хотел? На, напомни-ка мне. Шарифа допросить. Ну да. Ну окей, давайте допросим шарифа. А потом... Да, и на этом, пожалуй, всё. Потом я вернусь сюда и перенесу вот это вот всё. Вот это всё добро. Барыги. Я, по-моему, отключил автосортировку инвентаря. Нужно будет вручную потом всё сделать. Красиво. Да. Как в старом, добром первом Деусе. Всё только вручную. Тебе, конечно, хотелось бы регенерацию побыстрее взять. Выдвигаемся с нашей позиции. Это заря номер. Всё должно быть готово. Эх, и не допрыгнуть без ног до второго этажа. Так, там можно сразу прыгать на второй этаж и... В окно к барыге. Весьма удобно. Давайте сразу к нему сходим. О, круто! Нака тебе. Нака. Дробовики самая ценная. Овк. Гранаты. Так, нет, отмычку, конечно, продавать я не буду. Все патроны к пистолету-пулемёту, это всё от лукавого. Бронебойные патроны к боевой винтовке. Я, пожалуй, вообще не буду пользоваться боевой винтовкой, так что все эти патроны мы продадим. Как-то она... И это всё. И им гранаты. Какие-то они довольно бестолковые. Они были офигенными и в Human Revolution, но здесь они не очень. Патроны к шоковому пистолету и сам шоковый пистолет, возможно, пригодится, но далеко не сразу. Мало патронов к пистолету. Так, ну почти 10к. Ещё стенку заломать, кстати. Ещё одна винтовка. Не помню, а у тебя здесь есть что-нибудь? Нет? Нет? Ну и ладно. Пойдём к шерифу. Сбодриться хочешь? К этим господам чуть... Нет, которые выше, по-моему, живут. Чуть позже зайдём по хвосту. Ну давай, рассказывай, что мне там понаставили. Угу, угу. Окей, окей, понял. Понял, понял. Так, ну что. На этом тогда с первой частью всё. Перед второй частью я пойду там продам, ну как я уже говорил, всё это добро, которое там на дороге валяется. И продолжим. Может быть, заберёмся ещё в парочку мест. Уполним ещё парочку заданий. Доберём Праксиса и пойдём в Северную Прагу. Всем спасибо за внимание. И... так, подожди, подожди. Не забудь засадиться. До новых встреч.